Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках. Накопилось у меня их достаточное количество. Спешу с вами поделиться своим мнением о некоторых продуктах. И если вам интересна данная тематика, то прошу оставаться с мной. И первое, что я хочу вам показать, это будет зубная паста. На самом деле я никогда не показываю в пустых банках зубные пасты, просто по той причине, что это такой расходник некий, который очень часто меняется. И в принципе от зубной пасты, как и от шампуня, я многого не жду. Но данная зубная паста, она меня покорила. Это крест отбеливающая, экстра вайдинг, плюс для, по-моему, чувствительных зубов. Данную пасту мне привезли из Америки. Я очень-очень рада. Паста мне безумно понравилась. Она действительно работает с вашими зубами. Она отбеливает. Конечно, это не профессиональное отбеливание, после которых у вас будет результат, как после виниров, грубо говоря. Но на бытовом уровне эта паста очень хорошо освежает вашу улыбку. Именно освежает. Может быть на один тон, может быть на полтона. Но вы увидите результат. На себе я увидела результат. Действительно, вот этой пасты мне хватило. Я заказывала ее перед Новым годом. Вот уже середина февраля. Каждодневного использования. Очень круто работает в паре, кстати, с электрической зубной щеткой. И действительно увидела небольшой, но результат. Вот именно такая, знаете, посвежевшая улыбка. Поэтому обязательно присмотритесь. В принципе, я буду еще заказывать другие пасты. Ко мне едут полоски Креста из Америки. Тоже я заказала у подружки. В общем, так что буду использовать. Мне очень-очень понравилось. Далее. Руки-ноги. Такая вот масочка для рук. Я, видите, ее разрезала. Это у нас Эволайн. Для очень сухой кожи рук. Заказывала на мейкапе. Я разрезала, потому что уже нереально что-то либо достать из этого флакона. Очень мне понравилось это средство. Действительно хорошо работает с сухой кожей рук. Увлажняет. Насчет питания нет. Скорее, знаете, такой очень интенсивный увлажняющий эффект. Кому такое нужно, то присмотритесь к этому продукту. Питание это средство вам не даст. А вот в качестве увлажнения отличный продукт. Далее. Доктор Санте, вы знаете, в последнее время полюбила данную фирму, продукцию данного бренда. Крем ледь для ног, для усталых ножек. Этот крем не увлажняет, не питает. Он просто действительно тонизирует кожу ног. Он ее освежает. Очень быстро впитывается. Но для проблемной кожи ног, для очень сухой, потрескавшейся, данное средство не подойдет абсолютно. Не тратя на него свое время и внимание. Поэтому так, знаете, для уже нормальной кожи ног. Далее. Переходим к уходу за волосами. Закончился у меня такой вот спрейчик кокосовый. Очень-очень мне понравился. Он снимает статику на волосах. Вот сейчас зимой это как нельзя актуально, как нельзя кстати. Он увлажняет волосы. Он хорошо их расчесывает. После этого средства волосы действительно очень хорошо расчесанные, ухоженные и увлажненные. Поэтому я купила себе вторую бутылку и абсолютно довольна. Советую. И к этому средству также вот я купила маску в первую очередь. Мне нравится, вы знаете, никаких нареканий к данной серии у меня нет. Обязательно повторю еще. Маска тут у меня осталась? Нет, не осталось ничего. Очень приятно пахнет. Имеет густую консистенцию. Наношу я, как и все маски, под шапку. Результат просто офигенный. Вы знаете, волосы легкие, неутяжеленные, увлажненные, напитанные, очень блестящие. Ну, кайф. Мне просто нравится результат на своей голове. Поэтому всем однозначно могу посоветовать. Классный продукт. Далее. Такой вот шампунь у меня закончился. Отдав. Обычный, против секущихся кончиков. Иногда покупаю такие шампуни, дабы волосы не привыкли к основному уходу. Не могу ничего сказать. То есть абсолютно проходящий продукт, как и фруктис, как и head and shoulders, понтин. И продукция, вот дав, абсолютно ничего с волосами не делает. Да, она их очищает хорошо. Но какого-то суперпитания, нет масок, нет шампуня, нет бальзамов, нет спреев, я не вижу абсолютно. Поэтому проходящий. Далее. Для волос еще так бы закончилась вот такая вот штука. Не буду долго не останавливаться. Суперсредство. Осталось от краски. Крем-глосс. Кастинг. Хорошая вещь. Растягиваю раза на три. Далее. Противоречивый продукт вам покажу. Такая вот маска. Она у меня очень затяганная, поэтому прошу прощения. Total Results, да? Что хочу сказать. У меня тут она еще осталась. Кстати, на один разок хватит. Маска противоречивая, потому что вначале я просто не могла на нее нарадоваться. Вот честно вам скажу. Она очень круто питала волосы зимой. Прошлая я ее, по-моему, приобрела в прошлом году. Она у меня стояла год. Просто потому что не было потребности ее использовать. Сейчас снова зима. Я ее достала, и это какой-то ужас, правда. Волосы очень сильно утяжеляло. Они были какие-то засмоктанные. Как-то вот чересчур, знаете, такой питательный эффект. Я не знаю, наверное, она подойдет такой, знаете, вот волосам, которые много пережили. Которые пережили обесцвечивание, частое окрашивание, смена, возможно, брюнетка, блондинка и наоборот. Не знаю. Вот у меня как-то перепаленные волосы. Но на мои, я же говорю, что-то невероятное делал. Он их делал неухоженными. Да, питание было. Они не были такими сухими. Мочалка, да, как после средства от того же дав. Но эффект противоположный. Не знаю. Больше не возьму. И вообще, навряд ли кому-то посоветую. Очень странный продукт. Не знаю. Далее. Далее, далее. У нас продукт для волос такой вот кокосовой маслицы. Не буду долго на нем восстанавливаться. Оно просто супер. Использую через мытье. Получается, да. И очень довольна. Мои волосы просто в восторге этого масла. Так, далее. Уход у нас за телом. За телом. Начну я, наверное, с геля для душа. Гель для душа у меня вот такой. Вот закончился. Анютка, тебе большой привет. Дермакол. Чешская косметика. Обожаю их запахи. Вот это что-то нереальное. Особенно вот арбуз. Вот этот вот с шоколадом. И еще, по-моему, манговый у них был. Или клубничный. Вот что-то клубника, манго. Что-то такое. Просто суперские ароматы. Но цена несколько завышена. То есть в Чехии данное средство стоило 1 доллар. Вот если переводить из крон туда. Это вот я покупала ровно за 28 крон. В пересчете 28 гривен. В пересчете на доллар и 1 доллар. Здесь это средство стоит 100... В лотосе, кстати, я нашла 189 гривен. По-моему, это как-то, знаете, чересчур завышенная цена. Да, средство очень крутое. Оно классно очищает. Аромат, повторюсь, просто нереальный. Но цена завышена. Консистенция очень, знаете, такая вот напоминает желе. Она не жидкая, не густая, а вот желеобразная. То есть выдавливаешь и вот просто кайфуешь, как он скользит по телу. Конечно, средство потрясающее. Анютка, еще раз спасибо за то, что ты меня порадовала. Вызвала ностальгию за моими воспоминаниями, да. Когда пользовалась активно этими средствами. В общем, супер-супер-супер-супер. Далее. Любимый мой продукт. Кондиционер для тела. Не именно этот, а в принципе кондиционер для тела. Я обожаю их действия, да. Кожа такая напитанная. И не нужно ждать, пока впитается. Идеально на утро. Поэтому могу вам посоветовать. Тоже уже 300 раз показывала. 300 раз показывала это масло. Johnson & Baby. Обожаю. Именно в сиреневой упаковке действительно очень хорошо расслабляет. И увлажняет кожу. Далее. Такое вот средство от Dove с кокосиком. Повелась на запах. Любитель я кокоса. Все знают, кто давно меня смотрит. Средство хорошее, но вызывало липкую пленку на теле. Мне не очень нравятся эти ощущения. Правда. Потому что я предпочитаю намазаться и лечь в кровать. С этим средством мне приходилось ходить по дому, как привидение. И ждать, пока это все дело высохнет. Это не очень удобно. Абсолютно мне не нравится такой эффект. Хотелось это все дело смыть. Хотя запах был очень-очень приятный. Но больше не куплю именно по этой причине. И остался у нас с вами уход за лицом. Закончился у меня такая вот серия. 3D эффект от Vitex. Что хочу сказать. Тоже противоречивые продукты. Но ночной крем был очень жирный. Знаете, такое ощущение, как будто бы вы наносите детский советский крем. Уже вам говорила в каком-то из влогов. Он очень питательный. Он очень насыщенный. Он ложится жирным блином на лицо. Именно ночной. Долго впитывается. Если вы не используете термальную воду, это средство будет вам идти в напряг. Честно вам скажу. Потому что придется очень долго ждать, пока оно впитается. И это нереально. Может забивать поры. Комедогон. 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 Да, как правильно. Да. Комедогена или комедогона. В общем. Вы меня поняли. То есть вызывает забивание пор. Это просто ужасно. Но работа именно в плане с морщинами. Вот если у вас сухая очень кожа в зимний период. Либо вы уже за 30-40 и плюс. То этот крем идеален. Правда. Я использовала его под конец уже на шею. И действительно я видела, как кожа улучшается, подтягивается. Насколько она может. Насколько ей позволяет ресурс. И данный крем. Поэтому да. Ну вот такое средство. Я же говорю. Противоречивое. Не на каждый день. Дневной крем полегче. Быстро впитывается. В целом нареканий нет. Хорошо работает с лицом. Опять же. Немножко разглаживает морщинки. То есть если пользоваться регулярно. Накопительного эффекта у этих кремов нет. Далее. Если уже затрагивать тему белорусской косметики. Закончился у меня такой вот тональный крем. Это мой любимый крем CC от Hydro Effect. По-моему серия. Обожаю запах, текстура, действия с моим лицом. Крем подстраивается под цвет вашей кожи. То есть не будет выглядеть как маска. Это 100%. Он очень легкий. Ничего не замаскирует. Это правда. Если у вас кожа не проблемная. Нету никаких явных воспалений, прыщей и всего остального. Этот крем идеально подойдет. На лето просто супер. Имеется SPF. Имеется увлажняющий эффект. Уход за кожей. Легкая вуаль. Все. Честно вам скажу. Даже Lancome так не работает. Правда. Поэтому зачем платить больше. Я променяла даже любимый Luminense CC крем на вот этот Hydro Effect. Luminense стоит сейчас 10 долларов. Можно по акции найти дешевле. В некоторых местах дороже. Даже если сравнивать с Watson's. Этот стоит 50 гривен. Это получается 1,5 доллара. Где-то так. То есть разница налицо. Так. Далее. Для лица выкидываю вот такую вот идеальную. Кожу чистой линии. Использовала. Почти добила ее до конца. Но поняла, что все-таки продукт не мой. Не люблю я вот эти вот 5 в одном. 7 в одном. 10 в одном. Либо это гель. Либо это скраб. Либо это маска. А вот все вместе. Нет. Мне не нравится. Абсолютно не нравится. То есть я люблю продукт, который пенится. Который смывает косметику. Даже вот я использовала его на утро. Он был жестковат. Ну не знаю. Не мое. Поэтому не советую. И последнее, что я вам покажу. Это будет такой вот пробник корейской косметики. Я не знаю, как он называется. В общем, можете прочитать. Все на корейском. Это было... Средство было для умывания лица. Средство абсолютно не пенилось. Ничего не смывало. Ужасное. В общем, правда. Не советую. Как-то оно не пошло мне. Не зашло, как говорится. Все, девчонки. Это были все мои пустышки. Спасибо, что досмотрели меня до конца. И пишите, пожалуйста, ваши запросики. Просто комментарии. Мне будет очень приятно с вами пообщаться, поболтать под этим видео. Находите меня в инстаграме. Подписывайтесь. Можете писать мне в директ. Я всегда открыта к обратной связи, к общению, к новым знакомствам. Поэтому welcome. И пока-пока. Продолжение следует...